здравствуйте в этом видео мы поговорим о продолжении темы изучения полета жука его крыла строения и короче говоря сверим проверим конструкцию крыла жука которую нам дают в общем так сказать в интернете и с той моделью которую я сделал наблюдая под микроскопом за жуком то есть из прошлых видео кто в теме те понимают что жук он летает нестандартно то есть он эфиролёт по сути дела и жука он имеет необычную так сказать конструкцию единственный нюанс что вот эта вся конструкция которая нам предоставляют так сказать в интернете она лишена самых важных элементов то есть под микроскопом я просмотрел эти элементы и создал такую себе 3d модель короче говоря конструкция жука если смотреть крыло надкрылка она представляет собой очень сложный электрофорный аппарат то есть вот это вот плоскости это представим себе что это вырезан кусок из крыла вот это вот верхняя поверхность она зеленого цвета допустим это жук бронзовки которого я исследовал вот как устроено само крыло то есть пришлось микро пинцетом все это манипулировать его вот эти волосинки изучать то есть это очень сложный конденсатор и он еще не как вам сказать он не симметричный то есть здесь специально вот эти вот поверхности обрезаны усечены для того чтобы придать ему направление движения вот в этом направлении то есть вести ассиметрию в потоки которые там происходят дальше что у нас это толстая верхняя крышка крыла ее можно было конечно чуть потоньше изобразить но в принципе для опытного образца пойдет внутренние перегородки они пустые но самое интересное что вот эта вся внутренняя полость жука крыла то есть а вот это вот нижняя его часть крыла жука которая состоит всего лишь из одного слоя клеток они кругленькие всего лишь одна маленькая дырочка вот она проходит через все строение можно посмотреть она там проглядывается но самое что интересно это очень прочная конструкция диэлектрическая из одного крыла и вот этот вот стерженек он вставляется в эту часть из конструкция весьма весьма интересная крыла дальше вот это вот полость условная ячейка допустим вот тут комнатка назовем она заполнена процент что то наподобие какой-то стекловаты то есть вы иногда можете поймать жука бронзовку посмотреть на его верхний хитин над крыльев и увидеть там белые какие-то полоски так вот открою секрет белые полоски у жука это когда вот подрываются вот эти вот элементы то ли от перезаряда то ли от чего и отрывается вот эта часть и остается у него только перегородка и наполнитель вот этот как стекловата и задняя крышка естественно так жук и летает то есть вы сейчас я загружу видео наблюдений и на основе чего над микроскопом я так сказать сделал вот эти эту 3d модель крыла жука то есть 3d модель крыла жука в дополнение с общей схемой полета жука которые в прошлых видео показывал показывает что звук это вам не не просто то есть все что касается жуков это не просто то есть все что касается их них их него полета их него крыла то есть я конечно не стал полностью всю эту ячейку умножать то есть дальше ее делать может быть как нибудь сяду больше времени сделала дорисую дорисую здесь внутренние трубки вот этим они тут не просто так то есть там еще присутствуют трубки тут еще наполнитель присутствует это обязательно и в этот наполнитель и как я видео рассказывала наполнена какой-то жидкостью кислотой как электролит то есть если жук погибает начинает высыхать естественно влаги крыльев становится на крыльках меньше концентрация этого электролита возрастает и получается что разъедается полностью вот этот вот наполнитель он как это ватка это и крыло становится просто ну или сгнивает либо разъедается крыло короче говоря становится пустым и почему над крылья не летают высушенными они теряют самые важные то есть это как бы как бы из аккумулятора высунуть его сепараторы то есть там достать оттуда ячейки сепаратора то есть ну либо наполнитель ватку вот эту которую аккумулятор на прокладке то есть это очень интересный конденсатор очень интересный конденсатор я думаю что вот эти волоски сами по себе проводящие а точнее скорее всего использована проводящая структура среды то есть заряды распространяется по этим волоскам как по эбонитовой палочке помните опыты по физике и дальше они пытаются распределиться равномерным образом по поверхности то здесь не просто крылья жуков блестят зеленым бронзовым цветом там какая-то примесь чего-то металлов наверно каких-то либо какой-то органический проводящий материал лучше на поверхности распределяющий на этой поверхности распределяющий заряд получается что с этого элемента усика заряд пытается распространиться по поверхности здесь создается вихрь но так как тут элемент асимметрии он его толкает под углом то есть крыло поднимает и толкает в другом направлении то есть направлении полета куда нужно жуку то есть обратите внимание на видео будет видно как располагается ячейка то есть обратите внимание куда эти полумесяца смотрят подковки ну в общем желаю приятного просмотра сейчас смонтажирую остальную часть видео смотрите надеюсь увидите что я увидел в данный момент жук любезно соглашусь и попозировать вот разгадка их полета на крыльях жука находится сверху волосинки я понимаю снизу они не допустим нужны чтобы гладко они допустим сходили и щеки не терцали но зачем они ему сверху накрыли да еще видите ли у нас крылья такая себе интересная конструкция а также бронзовка и это чудесный изумнорубный хитиль новый панк для этого звука надеюсь живым от него толку будет больше обычно я находил мертвые образцы так вот как придумать чтобы он с раскрытыми крыльями попозировал конечно бедный жучок там сидит сейчас и загорает под сильными лампами потому что чтобы в микроскоп был такой яркий свет нужно чтобы там был уж очень яркий свет рентгеновский просто так вот у них на крыше спереди самих над крыльев то есть ближе к голове очень интересный узор так забрался туда очень-очень интересного я никак не могу понять зачем он нужен а без света никак кажется как будто бы этот жук вылип и отлип с какой-то бронзи тут как будто бы у жуков какая-то микросхема находится по центру так это он уже сам двигается так как стоять так вот куда-то так и так и и и и но и и Видите, волосинки по хитину это понятно, что не ёрзово не царапалась механика крыльев двигается вокруг. Это ясно. Пытается сделать побег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зачем Богу придумывать, чтобы у них из панциля росли волоски? Да еще и полы внутри. Причем на той части, где он не летает. Их нет. Там только ямки. А волоски на надкрылках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот видите, у жука треугольник такой между крыльями, он совершенно гладкий, рядом крылья имеют кратер В некоторых местах мне кажется, что они от перегрева повырывались, море погрели или как-то шумно Вот она в жук пытается удрать Жаль, его не увидеть красивых глазов, как говорится, бокового цвета Пропробуем на его мордочку Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Но внутри оно наполнено вот такой вот волокнистой массой, причем пропитанной лимфой. То есть с каким-нибудь таким внятным объяснением, почему и зачем это сделано, я не обладаю. То есть тут как в аккумуляторах пропитана жидкость, то есть крыло, а жука это очень своеобразная, толстая, очень технологическая. Если удастся разгадать принцип полета и работы этого электролета, то выйдет так, что нам-то и самолеты, ну точнее самолеты резко поменяют свою полностью всю концепцию полета. С одной стороны оно сверху блестящее и покрыто тонкими волосками антеннками. С другой стороны оно напичкано этой ватой, как будто бы для того, чтобы увеличить площадь. Едва смоченная электролитической жидкостью какой-то внутренней лимфой. Короче, это какой-то очень сложный конденсатор. Как бы даже аккумулятор, можно сказать так. Имеющая в себе Возможность накапливать заряд. Кстати, самое интересное, что когда я начал коварять это крово, от него запах такой интересный. Технически пошел. Никогда не обращали внимания, да? Там электролит находится. И на этот электролит разъедает Само крово потом, точнее его содержимое переваривает. А я потом думаю, что там внутри сотовые ячейки. Да, они сотовые, но они наполнены ватой внутри, органической. И пропитаны электролитом. Так что вот, следование живого жука довольно-таки пошло успешное. Сам-то я уже давно, уже часами сижу, излаживаю глазами вот это все, эту красоту. Глазом, конечно, оно удобнее на это наблюдать, но, увы, камеры нет у меня. Монокулярные. Монокулярные. Сейчас попробуем перевернуться. Монокулярные. Монок проходим. Сейчас дляangle, где он после сол USS. Монокhabt셨 когда она не подчеркнулась в сторону, ißt wave за второе космос. То есть, видите, вот эта вот волопнистая структура из крыла прямо торчит, и это как стекло, вот эта штука из клеток покрытый, прочные петели, он, зараза, вот эту жидкость внутри держал, как будто стоило мне его расставлять, оно тут же испарилось практически, он передо мною, и оказалось, что внутри он не еще и наполненный какой-то такой балокнистой структурой. Это не легкие, это точно, не трахеи для дыхания, там всего чуть-чуть было. Ну, запах такой интересный. Я бы сказал, что противный, технический, даже штука напоминает, еле уловимая. Серьезно. как будто бы какой-то эфир. Просто в лаборатории где-то это уже... Самика пинцет, он очень маленький. Вот видите, вот эти отверстия. Видите, как быстро раскрылась вся эта конструкция. То есть я пыль и куда-нибудь накидывал. Это все содержимое самого крыла. Оно было ровное, идеально ровное. Сейчас вот эта вся конструкция... Расковырялась. Уплотно упакованное крыло, как аккумулятор в сборе, разобрался. Ну, надеюсь, в принципе, понятно, что там внутри содержится. Но еще буду ковырять и по ходу долго. Спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До скорых встреч.